Когда ты познакомишься с кем-то поближе, то убеждаешься в правоте слов Евтушенко, что людей неинтересны, их мнения нет, их судьбы как истории планет. У каждой всё особое своё, и нет планет, похожих на неё. Вот сегодня наша одна из планет, Астровских, Женечка Чинокаева. Мне даже не поворачивается язык сказать, какой юбилей, но так как этого не избежать, то придётся всё-таки произнести. Полувековой. Я вспоминаю, когда она справлялась такой же юбилеем Валентины Фёдоровны, то Николай Фёдорович очень откровенно сказал, а я сейчас это переведу к Жене, но это не мои слова Николая Фёдоровича. Ну, Женечка, разве тебе можно дать 50 лет? Не на 50 ты выглядишь, а на все 100. Процентов, процентов. 100 процентов. Ну, это не очень понравилось, это хохмачка такая. Так, у меня сегодня утром позвонила Олечка Папушева, она не смогла прийти, но она продиктовала мне буквально перед моим уходом вот такие строчки, относящиеся к Жене. Поздравляем с днём рождения Ченакаеву Евгению. Мы хотим отметить главное. Главное – Женя добрая и славная. Так пусть ещё хотят полвека, таким же будет человек. У нас, конечно, мы её немножко знаем, но очень недостаточно. Когда мне Женя рассказывала о своей жизни, я поняла, что о её жизни можно написать не один роман, не один. Настолько всё интересно. Но сегодня Женя постарается вот в сжатой форме, во-первых, немножко рассказать о себе, во-вторых, самое главное – показать своё творчество, которое у неё очень богато. Так, пожалуйста, Женя, по словам. Здравствуйте, дорогие друзья. Может быть, Микрофон же будет, да? А, нет, не слышно. Он очень долго живёт. Конечно, и очень я хочу поздравить. Людей, людей, переживших в локаре, я преклоняюсь к этому. Спасибо. Желаю вам долгих лет жизни. Желаю видеть вас здесь на строке. Которая судьба меня привела сюда на островок четыре года назад. И здесь я осела, можно сказать. Ну, я такая. Да, мы знаем друг о друге. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Мы действительно глубоко, мы мало знаем людей. И очень прекрасная традиция повелась на островке делать отчёт. Не только творческие, но и люди, которые выезжают за пределы границ, привезут очень интересные сведения о других странах, о других городах. Островок богат тем, что люди творчества и любящие творчества встречаются здесь. Это для души. Это такой необходимый багаж, люди получают интересных вещей, что отсюда не хочется выходить даже когда вечер получать. Песни, фортепиано, гитара, стихи, песни, сказки, игры даже не манта пропроводит. Здесь не стирается границ, границ, действительно возраст. Кто я такая? Ребята, я же, пожалуйста, всё равно я боюсь, буду спеваться. Начну с гостяков. Белым аристом детство промчалось, И тусклее стал юности свет, Буд и стало стоить у плечала, И к концу моей зрелости, А бывало, как в детстве, Я помню, торопила быстрее года, Юность ветром сорвалась с балкона И мучалась. Не знаю, куда, Вот стою я, грустя, кричала, Мне бы юности броситься вслед, И прожить свою жизнь бы сначала, Не свершать всех ошибок тех лет. Белый ад, верни моё детство, Пережить бы его мне ещё, Милой юности, детство, кокетство, Ощутить, и уткнуться в плечо. Но не слышит мой ад, Лишь смахнул раз крылом, И растаял, как дым, В небутом голубом. На берегу реки стыдённой, Под сенью дуба векового, Сидела я когда-то, помню, И всё вокруг мне было ново. На этой лодке мне сидел, Писал Онегина, Влюблённый российской славы, Чародея, чудесной музой, Окрылённой, Кувшинки сороте реке, Взирали жёлтыми глазами, И чём качался вдалеке, Картина, питанная нами. Зелёных листьев, дивный шелест, Шептал на ушко новый стих, И ветвью дуб мне подал жизнь, Что не смогу прожить без них. А дух, вошедший в мою душу, Копил энергию во мне, Чтоб вырваться с лихвой Наружу, среди бульваров, На небе. Здесь очень много Представителей интеллигенции, Люди с высшими образованием. Я долго и упорно искала Этих людей. Кто я? Я работаю Электромонтёром. Электромонтёром. Да, электромонтёр. Ну, я не лазаю в кошку, На ногах не одеваю кошку, Не лазаю по столбам. Я испытываю Защитные средства Для электромонтёров, Для трамвайщиков, Водителей трамвая, Защитные средства, Инструменты И диэлектрические перчатки. Вот иногда Троллейбусы Едет, Штанга срывается, Положенный водитель Должен надевать Перчатки резиновые, Называются диэлектрические Специальные резины, Которые я проверяю На прочность. Вот, Это не при помощи Этих перчаток Вот, Ставят штанги Обратно На контактные провода. Вот, И если трамвай троллейбусы Увидеть Вот такие перчаточки, Это Мои пробные Делы Я испытываю Для того, Чтобы обеспечить Безопасность людей. У нас, наверное, Мало здесь рабочих. Мне представьте Не интеллигенция Рабочая Со слабым. Сереженька, Можно Это как-то показать? Я хочу Здесь Немного Побыть Будьте добры. Постараюсь Побыть Перемьезон На литерателе Точно Могла Еще найти Самое главное Кто я такая? Какого рода Кемеровская Потому что Что мы значим Без наших предков? Без нашей Родины? Люди, которые Родились здесь Это прекрасно. Но я Я родилась в Сибири Выродена в Кузнецке В Кемеровской Убрости Да, мы делаем Здесь Найдетельный Челезовский Делаем Правее, правее Правее, правее Правее, правее Правее, правее Нет, нет Это мы с Витерарома хозяйства Челезовского Нет, нет На входе нет Не вредно Нет А здесь Не может быть На входе нет Да, на входе нет Где он? Да, не может быть Реименуал Не Не А как Неизвестно Да, мы Не Ну, реально Что? Правее Правее Показалось Здесь Да Честно, чтобы Как-то отпустить Южный Урал Да За Уран Я родилась Родилась Родина Квардового Кузнецки 11 января 1901 года Проживаю Я с родителями Родителям только Один год Только один год И родители Потом перевезли Меня И переехали На Кубань На Кубань В Краснодар Дальнейшая моя жизнь Детство И юность Прошли в городе Краснодаре Там прожила До 26 лет И 24 года Уже почти Живу в городе Ленинграде В Санкт-Петербурге Вся моя жизнь Получается Ну, как земля На трех китах Как и я Город Новокузнец Город Краснодар И город Это город Санкт-Петербург Предки мои Выходцы Из Сибири А с папиной стороны А с маминой стороны Воронежская область Вытворена С Воронежской области То есть Вот так Получается Теперь можно свернуть Наверное Больше я не буду Сказать Ориентировочно Да Ага Вот я пропустила Самое главное То, что касается Моей работы У меня есть Мастикотворение Такое Мои первые Мои напечатанные работы Были именно Санкт-Петербург Магистрали Это ведомственная газета Отраваево-троллебусного управления Сейчас ГП Г Называется Город Краснодар Да И там Печатаются Рассказы Стихи Наших водителей И есть люди С которыми я знакома Хотя разбросанная Служба По всему городу Ну такая Немножко шутейное Стихотворение Называется Не на газ Правда Там газа нет Контроллером Нажимая Нападается Больше напряжения Или меньше В результате Трамвай Бежит Быстрее Или медленнее Но здесь Газ имеется Веду Переносно В смысле Трамвай 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 Водитель Жми на газ Давай Там впереди Огромный мост Трамплин Хорош Летим До звезд Вершу Будут там Колеса Я говорю тебе Серьезно Вот разведут Сейчас Мосты И жми на газ Водитель Ты не пожалеешь В этот Миг Разделим Счастье На двоих А хороводы Дивных Звезд Построят Нам Из звезд Помост Пройдем По млечному Пути Увидим Что там Впереди Ну вот Шлагбаум Шлагбаум Не успели Колеса резко Заскрепели Трамвай Уперся Прямо В мост Не удалось На пол До свидания Значит я По миле Чернахайова Девище По миле Моя Кондратьева Сказала Что я в Сибири Родилась И очень много Моих Родственников Разбросаны По городам Сибири Горно-Алтайск Новокузнец Кемера Барнаул Но Ранее Фамилия Кондратьев Мой Прапрадед Жил При Дуралье И когда Ровно через 20 лет Я приехала В город Новокузнец Посмотреть Где Я родилась Своим родственником Потому что Раньше Мне не удавалось Поехать Когда Я работала Сама В отпуск Я Поехала Посмотреть Там Где я родилась Родину Мое рождение Итак Там Мне Тетушка Моя Рассказала О том Как перед Уральем Семья Кондратьевых Жила В небольшом Небольшом Селении Дед Никита Прапрадед Был Кузнецом Здоровым Могучим Сильным Мужиком И вот Однажды К нему Кузнец Влетел Мужик И закричал Никита Твою жену Сечет Приказчик Оказывается Порус Посева Его жена Чтобы принести Как-то Подкормить Своих детей Горсть зерна Запретала Себе Чувок За это Ее поймали И решили Сечь Женщин Никогда Не секли И вдруг Ну видно Чувств Решил Отомстить За что-то Никитик Сам Приказчик Пользуясь Своей властью Начал Ее сечь Прилюдно Возмущенный Никита Схватил Металлический Прут Мужики Следом За ним Потому что Много Было Накупленных Обид Ноба Рогатины Палки Штагетина И понеслись Приказчик Был издет До полусмерти Буд Въезду Народ Простой Так сказать Было Поднялось Против Власти И все Поселение Было Сослано В Сибирь Люди И скрывались Насиженных Домов Запрягали Будет Пить Брагу Гамбарит Еще мама Когда рассказывала Не пойду Мы уехали Оттуда Это я увидела Воочию Что самое страшное Было Когда была В селе Поселение В селе Калачева Где тетушка моя Жила Я подружилась Мальчишками Местными Я очень люблю Мальчишек Подростков Я с детства И в фенерских лагерях С ними возилась В школе Вот Мне всегда нравятся Пацаны Которые сидят На самых последних партах Такие лопоухие Веснущатые Они всегда Плохо учатся Но они очень озорные И очень Такие фантазеры Очень интересные ребята И вот я подружилась Подружилась Там с местными Ребятами Занималась Математикой И меня таскали В лес Я первый раз В жизни Собирала Грибы Рыжики Вот И Друг бы Конечно Вылилось И в том Что мне Даже Не помогали Помогали Как Потому что Есть В каждом поселке Есть Атаманы Ребята Ну как Приехала Девчонка Городская И вдруг С атаманом Она не дружит И если Не хочет Встречаться Значит Ее надо Наказать Вот Мои Ребята За меня Заступались И говорили Сегодня Не выходи Там Ребята Хотят Тебе Побить Потому что Ты не хочешь С ними Встречаться И однажды Когда Отвечали У коллегки Моей тетушке Я не вышла Но слышалось Такие хлопки Вставные Я думаю Да что это такое Вроде Не камни Но я не вышла Она утро Посмотрела Все Под окнами Была Устейная Ранетка Митрайские Яблочки Очень крупные Слушай Это очень много Значит Потому что Такие крупные Райские Яблочки Самые лучшие Девчонки Воруют В других Каких-то Дворах И Подношение Такое Делается Было На день рождения В одной из Ребенка Меня поразило Когда Мама Одиннадцатилетним Мальчиком Поставила Пятьдесят Грамм Браки Это было Конечно Ужасно Одну Мальчишку Хотела вести С собой Рядом Со мной Они становились Лучше Мамы Приходили Просили Помощи Чтобы Ребята Дома Помогали Им Потому что Меня слушались Мамы Не слушались Ну что Если Учитель Математики Я Уехала Когда Переписывалась С этими Ребятами Какие-то Значки Посылала А потом Когда Вышла Замуж На адрес Моих родителей Стали Приходить Письмо Истерное То есть Те Ребята В 11 лет Это Такой материал Который Лепи Хороший Человек Он Хороший Плохой Это Ужасно Вот Я Видела Тогда Когда Столкнулась С тем Что Материал Так Был Придячий С Который Можно Лепить Хороших Людей Но Условия Был Ужасно Немнож Вот Еще Что Я хотела Сказать На Приглас Когда Я должна Была Родиться Для Дворяя Когда И не Родиться Потому Что Мама Роды Были Очень Тяжелой И Вызвали Моего Отца И Сказали Кому Сохранить Ребенка Или Женой Могу Трясет Обоих В общем Я родилась Я родилась И По тем Временам Самый Крупный Ребенка Больше Трех Килограмм Самый Родится Еще Один Мальчик Ванечка Который Ходили Потом В палату Мы Показывали Какие Бакатыри Родились А Чтобы Маму Еще Вытащить Из Тяжелого Состояния Отцу Сказали Нужно Побор Он Верующий Человек И Ради Того Чтобы Помочь Поправить Ся Жене Моей Маме Он Переступил Порог Священника И обратился Туда К нему С просьбой Приобрести Чтобы Он Поделился Когору Мы Возвещали Вино Только В священниках И Это Вино Маме Буквально Влимпе Целый Целый Стакан И Чтоб Она Не Засыпалась Или Буквально Пуще Что сегодня будет черепиться По поводу Моего Рождения Я предлагаю Погон Чай А Братья Я сказала Никите Теперь Что Дальше У меня будет Дед Отца Отец Петр Тоже Сибиря Отец Сибиря Это Уже Сибиря Кондратили Что Интересно Мы С Мариной Петровной Взвешивали Что Рассказать Более Интересно Всю Жизнь Которая Несколько Речь Я Рассказывала Невозможность Здесь Рассказать Дед Мой Петр Был в Артели Плотником И Рассказывал О моем Отцу Интересную Историю Что После Их Ухода Из Дома Где Они Производили Работы Строительные Склали Печи Сам Не Ремонтировали Окна Вот И Вдруг Появлялись Домовые С гудом Со свистом Что Невыносимо Находиться Было В доме И Хозяинам Приходилось Обращаться К священнику Священник Приходил Выгонял Хозяев Из Дома Молился После Ухода Священника Прихватывался Уточку Корочку Мед Что Еще И Все Прекращалось Оказывается Науч Наученные Работники Артели Когда Побережается С хозяевом За Одну Цену Сделать Работу Когда Работа Готовна Ну Что Ж Мужикам А И Так Обойдутся И Все Сум Не Выплачивая Столкнувшись С этим Они Предварительно Делали Труб 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 Печи Отверстие Если Хозяин С ним Не Расплачивался Они В Это Отверстие Вставляли Перышко Гусиное Большое Такое Или Осколочек Горлышко От Бутылки Вот И Замуровывали Уходили И Когда Начинался Сильный Ветер Особенно Ночное Провое Это Время Такой Будь Стоял Что Конечно Страшно Жутко Становилось Освященник Зная Это Выгонял Хозяев И Стал Это Приспособление В Трудной Печи Протягивал Руку Убирал Перо Замуровывал Задел Отверстие Попутно Происходя Марингу Такие Вот Такую Историю Нет Все понятно Священник Платил Артипель С точки зрения Детективное Это Детективное Не Знать Видео Раздавали Это Заработать Вот Хочу Что-то Рассказать Иначе Бо ему Не найти Был Хочу Рассказать Оставил Сэн Да Вы Прикатур Вот Это Вот Мой Отец То есть Отец Мой Без 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 Пальчиков Столик Краснодеревщик Прекрасно Я с детства Помню Запах Стружки Это Такое Ощущение Потрясающее Что Хочу О нем Сказать Никогда Не Говорим Почему Что Что Даже Ребенку Мне Говорили Спрошу Почему Папа Нету Пальчиков Мясород Мясородки Крутил Мясо И Смотри Осторожно А то Очень Так Же Смеш Я До сих Пор Боюсь Этой Мясородки Когда Более Зрелом В возрасте Старшем В возрасте Ехали В автобусе Он не мог Уступить Женщины С ребенка Места И Взял Ребенка К себе На руки Очень Любил Детей И Малыш Спросил Дедушка Дедушка А где Твои пальчики Гитлер Откусил Для меня Было Неожиданно И он Засмеялся Ахахах Гитлер Откусил Что Такого И у Ребенок Засмеялся А если В стороне Представил Вот Сидит Мой Папа И Подходит К нему Гитлер И Кусает Его Забачек Это Конечно Ну Несовместило Но Вот так Никогда Не Рассказывал И Историю Свои Как Коснулась Там Он Стал Инваридом Войны И Уже Было Больше 30 Лен Когда Я Жила В Ленинграде И Он Приезжал За своими Внуками Приезжал Сюда Забирал Краснодар А потом Я После Лета Приезжала И Забирала Детей Отратно То есть Мои Дети Выросли Наполовину Здесь Наполовину Краснодар И Вот Когда Он Приехал Мои Месяца Чтобы Детей В Расскажи Пожалуйста Думала Чего Подсказать Ему Вдруг Что-то Надо Увешение Десять Классов Образование У него Село Семь А вдруг Что-то Не Так Мы Просидели Всю Ночь С ним Он Рассказывал Мне Долго Потом Уже Подутро Лег Спать Ворочался И Когда Встал Он Я Долго Не Спал Посмотрела На Него Такое Ощущение Что Он На Десять Лет Состарел Конечно В школе То Что Он Не Рассказал Он Не Смог Рассказать И Дети Потеряли Интерес К Тому Что Он Берлин Не Брал Вот Он Языков Брал Берлин И Не Был Партизанском Отреде Он Гоевал Очень Мало Потому Что Он Быстро Получил Ранение Почему Был Под Ленинградом И 26 Особой Дивизию Кинули Направлю Командир Дивизия Был Убит И Оттел Звание Младшего Лейтенанта Взял Командование На Себе Кригнул Рота Как там Правильно Взвод Слушал Мой Команду Вперед За Родину За Сталина Пойдем Бой Кто Еще Оставался За собой Никого Не Оставалось Живых На Плач Палатки Отца Вывезли Вынесли Новобранцы И Определили Военно-полевой Госпиталь В этом Военно-полевой Госпитале Бороли За его жизнь Блили Два Литра Женской Крови Второй Группу Врач Первая Группа Оставалась Потом Вторая Но Не удавалось Его Оживить И За госпиталем Был Сарай И Отнесли Туда В мертвец В холоде Начнемся И Как он Рассказывал Мац Мац Я Голый Туда Голое Тело Мертвое Холодное С другой Стороны Тоже Под руками Щелкали Гниды От испуга Пытался Закричать Чтобы Кого-то Позвать Но Закричать Не удалось У него Жоздался Хрип В это Время Начнет Делал Локоты Заглянули В мертвец Услышал Хрип Человек Моментально Употели Скорей Скорей Отогреть Продлечили Его Была Возможность Отправить Раненых На большую Землю Своим Паревого Госпиталем Раненых Погрузили На Автомашину Грузовую Когда стали Отъезжать Началась Бомбершка У него На глазах Был разбомблен Госпиталь Никого Не осталось Те люди Которые боролись За его жизнь Не осталось И вся его дивизия Тоже полегла Потом Он дальнейшем Узнал Он чувствовал себя Виноватым Перед теми людьми Которые Он повел Поль Оказывается Уже Заветом Зная Что это Было Заминированное Поль И все Это особое Старинскую дивизию Погнали В Амином поле Для того Чтобы Рвались Эти дела Чтобы За ними Пошли Там И поэтому Он никогда Не рассказывал Остался Не расстать Он Не уходил И никогда Не ездил И не искал Он знал Что там Николай Он просто Чудом Сам остался Живей Хотя Сосед Краснодаре Которые Часто Ведел Москву Просил У него Ордена Медали Для того Чтоб Покетчица Сказать Осколько Добрый Был Человек И Надавал Что Человек Тоже Сражался Но Когда Мама Узнала Она Потругала Моего Соседа Нашего Соседа И Один Был Нагадал И Один Зарпал Был Награждан Молодец Вот Такая История Что Касается Кондратия По Папиной Линии Отцу Краснодаре Не могли Дать Квартиру После Войны Тем более Краснодарский Крак Краснодар Был Тоже Разрушен И Рядом С военным Авиагородком Разделили Участки Земли По Четыре Сотки И Люди Которые Могли Построиться Выделяли Эти Участки Мои Мои Родители Строились Строились Сначала Сарай Потом Дремяночка Потом Дом Все Своими Руками Рядом Полковники В отставке У них Очень Быстро Как Грибы Вырастали Дома А мы Строились Очень Долго Своими Силами Только Своими Силами Потому Что И Чтобы Одеть Дочку Он Делал Столы Столья В сарае У нас Пахнулся Гастрошкой Я помогала Полировать Оттачивать Вот И потом На рынок Уходил И продавал Милиция Его гоняла По какому Праву На толчке Надо Старые Вещания У тебя Новые А как Женщина Подержать Подержку И отпустить Мама Работала А отца Сухи Работает Двое Дома Боже Научил Меня Отец Готовит И когда Что-нибудь Делал Иногда Ради Разнообразия Сейчас Я накормлю Тюри А что Такое Тюри Папа Ну Тюри Вот сейчас Я тебе Делаю Засушенные Сухарики Довёт Молочком Чуть Сахар Вот Это Тюри Но Вообще Это Самое Правило Она Готовая Водички И Начинает Читать Стихи Кушай Тюри Яши Молочка Тайны Где Ж Коробка Наша Увели Мы В селе Барин До Приколу Взял Её Домой Словно Жив Народу На Уси Святой Он Очень Любил Стихи Стихи Наши Любил Подзвист Петь Но Голосом Не Обладал Стихоплать На Басы Ноги И Бежит Она Мостовой Об этой Девушке Мостовой Не Позабыть Никак Не Казалось Камни Мостовой Терзает Кожу Нежных Днов Такие Ножки Вы Один Цветной Сор Я Или Аплас Такой Девушки Сидеть Голите Обогнавши Нас Бежит Ручей Ее Ход Кудрей Дняными Кольцами На Грудь А Свет Очей В Оттем Очей Ловцам Указывал Будь Красавец Сес Отмит Она Хотя Ее Не Знает Свет Она Прекрасна И Нежна Ее Мире Тут Нет Вот Я До сих Помню Видно Стололист Как Дого Ребенка Меня Часто Закрывали Доме Чтобы Я Не Бегала Не Убегала Мама На Работе Папа На Работе Мне Было Очень Скучно Дома На Родиться Я Забиралась На Подоконник Вырезала Насколько Можно Корточку И Читала Стихи Корточку Я Очень Старалась Я Если Мне Чувствую Что Я Не Так Прочитала Я Начинала Заново Для Того Чтобы Более Правильно Как Мне Осталась Лучше Прочитать Пока Женечка Листает Мы Отобрали Песню Ее Мама Одну Мама Женя Была Очень Музыкантная И Вот В 72 Года В 72 Семьдесят 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 Музыкантная Юность Пела Хоре И У нее Очень Хороший Голос Она Родилась В городе Тихоринске И Пела В одном Хоре Вместе С будущим Солистом Большого Театра Марком Решительным Который Очень Хорошо Относился К моей Маме И со Сцены Неоднократно Исполнял Специально Для нее Песни Так И Говорю Я Посвящаю Турничке У нее Были Красивые Локоны И Относился И Почитал Ее Голос Принги Со стороны Мамы По фамилии Лактевых Корник Уходит Воронежскую Область Деревню Карагон Там Регентом И Священником Был мой Прадед Мамин Дедушка И Обладали Потрясающими Голосами Все Семейство Лактевых Дед Брадед И Вообще Когда я Тоже В 20-летнем Возрасте Побывала В этой Деревне Мне Водили По Родственникам Оказалось Мама Даже Не знала Сколько Много Родственников Я Обку Заработала И Туда Я Рванула Там Посмотрела Меня На 2 Дня Туда Другая Тетушка Привезла Я Познакомилась С Перьми Я Услышала Такие Чудесные Голоса Такие Песни Так Рядом Украина То В этой Деревне В этой Деревне Не чисто По-русски И не чисто По-украински Вот по-русски Но С таким Мягким Украинским Ацентом До такой Степени Ласково И красиво Я с тетушкой Шла А рядом Проходили Навстречу Люди Мария С кем Какие Дыш Она Отвечается Детки Хвёдора Дочки Дочка Перешла Еще с таким Распевом Мне так понравилось Как люди говорят Именно очень Ласково До такой Степени Душевно Что В течение Двух лет В Краснодаре В разговорной Речи Отслеживался Вот этот Некий Украинский Ацент И очень Много Пели На украинском Я Недавно Книжку Только Листаю Мало Когда Пела Потому что Очень Сложно Была Жесть И она Только Чуть Услышала Она Подпевала По-радио Она говорит Вот это Твой Дедушка Пел Вот это Пел Твой Прадедушка И поэтому Я С большой Любовью Отношусь К украинским Песням Сейчас Мы исполним Одну Из Украинских Песен Которая Была Любимой Мамочке Жениной Возьмите Слова Ничья Комиссия Не Смотрите Смотрите На Люду Потому что Здесь Что-то Повторяется Что-то Не Повторяется Люда Будет Показывать Она Докладчик Будет Да И Третье Кублект Не Нужно Докладчик Субтитры подогнали Симон. 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 Первое мое стихотворение я написала в свои 18 лет. Трудно было тогда где-то приобрести стихи Есенина, он вроде как запрещенный был, и мне на работе дали почитать томик Есенина. И так удивительно, что именно после прочтения этого томика мне родились, пришли, я написала стихотворение первый раз в жизни, и оно было посвящено моему сыну, который должен был родиться спустя 9 почти лет. 9 месяцев? 9 лет, да, я не замужем была, я еще юная, я вышла замужем в 26 лет, и до такой степени удивительно, я его прочитал. «Мирно спит ребенок в маленькой кроватке, у его ботинок гребит кошка сладкая. Что тебе приснилось, милый мой сынишка, у окна синица плюшевая ремишка? Может тебе снится солнце золотое, небо синей птицей, рожь в широком поле? Позже будет мирный сон в маленькой кроватке, и пусть кошка дремит у ботинок сладко». Вот это первое мое стихотворение без всякой ретуши. А первая песня была написана. Я не умею записывать музыку, пусть она у меня рождается, и если крючочки я не записала, бывает утрачиваться. «Кроковая запись». Это стихотворение, конечно, было с печенными саботами. Я в юности ходила по походу, большой рюкзак сзади, такая худенькая, тоненькая была. Зимой, весной, летом мы ходили по походу. И как-то, выходя с работы, мы уезжали в пятницу, и на два дня на автобусах, в горы, а потом вечером, в воскресенье, возвращались домой, либо рано утром с рюкзаком на работе приходили. Вот такой я активный человек. Мама иногда, вернее, в этом, живой. Мама иногда говорит, «Ну что ты на улице, холодно, посмотри, там дочь такой, а ты куда собралась?» Смотришь, да, действительно, мне очень. «Ну как же так, ребята увидят, что-то такое красивое, а я не вижу. У меня вот это жадность, что-то они увидят, а я нет. Меня выталкивало из дома. У нас была группа пять человек. Я одна девчонка, меня слушали, все по хозяйственной части. И очень любили, уважали меня. Мальчишница была, можно сказать. Ну как-то с этим рюкзаком я стояла на остановке, чтобы добраться до завода. Отходы с ребятами должны были собраться, и мне за пределы города лежать. На остановке подошел ко мне парень, увидел у меня, видите, что фотоаппарат любитель, такой коробочка, здесь через призму преломлений, и можно было фотографировать. Я увлекалась фотографией для помощи именно этим фотоаппаратом дела, с ними снимки. Вот, и ко мне подошел убит какой фотоаппарат. Потом разговорились, оказалась с соседней организацией, Виктор Болковой, облег походы, и попросил бы, там можно, я с вами не взяла походы с нашими ребятами. Но в дальнейшем он больше любил на воде путешествовать. И с нами ходил походы только лишь походы выходного дня, это горы, лес. А летом он выходил на байдарков, путешествовал на байдарков. И однажды не вернулся, вся группа не вернулась, погибла она вся группа, потому что это шло через Адыгею, Кравпокраснодарского края, в общем, непонятно, что случилось, и это как было заметно, я боюсь, что их убили. Когда этот парень появился у нас, первый раз я расследовал человек, чтобы узнать, надо взять его в поход, и нужно узнать, что он за человек. Я занималась в хозяйстве кухней, ребята, кто по дровах, кто натягивал палатки, вот, Виктор сидел у костра, и занимался костром, натаскал много хворост, то выкручивал носки мокрые, потому что это зима была, вот, и уже смиркалось хорошо, вдруг слышу, я где-то там, а он здесь у костра сидит. Ну чего ты? Что там? Ну видишь, я не могу. Ну что такое, как-то странно, какой-то человек одет саму собой, в сторону леса поворачивается в темноту. Я говорю, ты с кем разговариваешь? Да ты вон зовешь, я говорю, кто тебя зовет? Ну ни разу не слышишь, я говорю, кто? О, прислушивалась, я действительно, ну как, вот, завет, завет, а мне, говорит, видишь, не когда я, у меня, видишь, не когда. Слышу, а эта птичка вечерняя, Витери, Витери, Витери. Никогда как-то по-осякому поют, потому что с ассоциацией с именем Виктора как-то не приходилось. Вот такая история получилась, и он всегда рюкзак у него, здесь фотоаппарат свой, и обязательно на магнитофон он записывал, который журчит ручеек, мы в пещеру лазили, в пещере обязательно ручеек, и все это он записывал. Даже если кто-нибудь отдыхает, и немножко поцапывает, он даже его записывал. И улыбка на устав была. И когда этого парня не стало, наша группа ребят, из которых, похоже, выходного дня, мы ехали за город, где жили его родители, чтобы поклониться его могиле. И изнутри вот отсюда, вот здесь, стали появляться слова, и мелодия, однозначно. Это первый раз, что я была так удивлена, мне было лет 25, и вот шла эта мелодия со словами. Я записала всего два куплета. Потом дальнейшем я пыталась закончить, чувствую незаконченное. Но так она осталась. Валерина Петровна хорошо сканно слава говорит. Нет, не законченная песня. Слышишь, зовет она, ведь, ведь, слышишь, ночная тишина, ведь, ведь, и шутят ты, ты в плохие головах. Говорит, ты напрасно не зови меня, ведь, ведь, слышишь, видишь, занят я, ведь, ведь, у костра, ведь, в лесу я не родил, каждый день здесь господин, ты, ведь, и к нам у костра посидин. Под аппарат на груди, а рюкзак позади, и в руке магнитофон, это он, и с улыбкой на устах виден блеск ее глазах. Не поседа, как всегда, это да. Слышишь, зовет она, ведь, ведь, слышишь, ночная тишина, ведь, ведь, и шутят ты, ты в плохие головах. Говорит, ты напрасно не зови меня, ведь, ведь, слышишь, видишь, занят я, ведь, ведь, у костра, ведь, в лесу я не родил, каждый день здесь господин, и летит, но у костра посидин. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар сейчас я прочту стихотворение, которое посвящено моему поводу, я очень доской по нему, когда ты лежа, обязательно идут по центральной улице, она называется красная, лето жарко, и в другой раз каблучки, устаешь от них, разуваешься, и рот до ушей, и идут босиком, люди на меня глядываются, вроде тёрка уже взрослая, она идёт босиком, потому что тепло, особенно сейчас в последние годы, до 55 градусов, это очень даже жарко, никогда такого не было, здесь жара появилась, зимой тёплая, а там ещё жарче стало, я иду по улицам города родного, птицы в небе кружатся, что же в том такого, просто я, приехавший в отпуск человек, год с его отсутствия, вот как будто век, и глаза раззину, словно на витрину, город познаю, что-то узнаю, что-то есть другое, мне как неродное, без меня растёшь ты, без меня цветёшь ты, прошлое храня, а что я без тебя, без тебя нет детства, и юность вся с тобой, ты моё наследство, город мой родной, какому прошу я, прах ты мой прими, голову склоняя, нежно обними, сына, как заблудшего, ты прости меня, города нет лучшего, просто для меня. Я бы, конечно, не с таким великим городом, с такой красотой, ничто не может сравниться, но я, наверное, тот человек, который хвалит, тот пулик, который хвалит своё молодое. Я люблю свой город, и мало знакомый мне Новокузнецкий, если что-нибудь слышу, что-то хорошее, я очень радуюсь, хотя я там крайне мало жила. Здесь однажды я посетила литературную встречу, меня пригласили на презентацию в том культуры «Красный октябрь», и один поэт моего возраста читал свои стихи, он потрясающе читал стихи, и стихи отличные, знаю, что его питали, фамилии, я его не знаю. Первый раз его видела, и он мне так вот, знаете что, вот Высоцкий, там, про Арбат, все знают Арбат, а я вырос вот здесь, в районе Марсового поля, вот почему бы мне, и он потрясающее стихотворение, как они там в «Казаки-разбойники» играли, и прочитал стихотворение, связанное с его детством и Марсовым полем. Когда я шла домой, думаю, вот, одни москвичи, другие ленинградцы, другие ленинградцы там, а что же у меня? Я просто задумалась, вот, и стала вспомнить, да, мы тоже «Казаки-разбойники», у нас немножко другие погодные условия, не стала я вплетать «Казаков-разбойников» сюда, пока домой доехала, мои размышления вывелись в такие строчки. Кто про Арбат, про Марсово поле, про Шалки-проспет, а у меня другая доля, где солнечный жар и дом склеит листвы, а Краснодаре все думают мои. Ни улица там, ни переулок, проезд небольшой, почти закололок. Шестнадцать домов, и в каждом семья, второй от угла, тонковитка моя. Дом, что с Монсартой, отцом возведенный, ремянка за ним, глазой оплетена. Совсем небольшой переусадебный двор взирает с хуста ни один помидор. И персик срывает с ветки рука, свежайший нектар, предвкушение глотка, во рту растекаясь, течет по губам, априкос весливый и лишний есть там. Дождик сорвался, с грозой пролетел, и в лужах босой гуляет по стрелу. Деревья трясут мальчишки, девчонки, и капли слетают на юбке. Эти девчонки с приплясом и визгом и прибауткой летят из-под брызг ребячьи шутки. Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще, хлеба каравай, пуще поливай. Пуча в небе скрылась, солнцем все залилось, как воздушная рога поднялась на дуга. Кто прорывал, про Марсово поле, про Широкий проспект, а у меня другая долина. И солнечный жар, и дом средь листы, а Краснодаре, все домы мои. И сейчас я прочитаю... Просто, да, еще было несколько стихов написано. Я потом на них отмозгла, да я уже в отпуске езжала. Прорыв был уже второй, должна была судьба сложиться моя так, чтобы я должна приехать в Санкт-Петербург, в Бунинград. И уже в возрасте 40 лет у меня была вторая волна прорыва стихов. Это когда, как наваждение, сначала так удивительно появляются в голове строчки, и ты пытаешься записывать, и так радостно, так необычно, ага, мысль, и вдруг в стихотворной форме, я записывала это. Но потом оно пошло столько много, столько лет, так интенсивно, что писалось до шести стихов в день. Но чтобы я не посмотрела, рождались стихи. Я ещё не успевала подумать о чём-либо. И в другой раз я не знала, чем хочется стихотворения. Я просто успевала только записывать. Вот ещё мысль только появляется, я её записывала. Я когда до работы доходила, на культуру стихи появлялись, я стеснялась остановиться записать, память была у меня неважная. И пока до работы добежишь, забудешь, порядок слов забудешь, всё, пропало стихи. Какой-то не раз, другой раз мне стало жалко, и в результате я что стала делать? Приходилось, бежишь на работу, останавливаешься, сразу карандашик, листик, бумажечка, и я записывала строчки. Записывала строчки, сзади бегущие люди на меня упирались, натыкались на меня. В магазине на глачке бумаги писала, на кульках писала. Мне сотрудники пустили, да что ты так делаешь, что это такое, ты пишешь. Хотя на работе, ну, как обязательно юбилеем, писались поздравления. Но здесь шлистили, это совсем другое состояние. И до такой степени это было сначала удивительно и здорово, потом она стала перерождаться. Я ощущаю, что когда машина, решившись тормозом, с горы катится вниз. Я ощущала, что сейчас у меня мозги лопнуты, я сойду с ума. Я тогда стала себе запрещать это. Я стала останавливать. Уперся взгляд на какой-то предмет. Я знаю, что не сразу пойду строчки. Я сразу перебрасывала внимание на другой предмет, на третий. Для того, чтобы погасить, потерять эти слова, эти строчки. Но это не так-то просто было отделаться. Мне тогда в голове мелодия стиха шла. Если я переключала внимание, а в голове бу-бу-бу-бугу-бу-бу-бу-бугу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бубул. Когда не шли стихи, потому что они не нашли, когда пишешь, сочиняешь по заказу это окно, а это совсем другое, их очень тяжело править, это знаете, когда окно открыто и дуновение ветра, свежего воздуха пришло, ты его глотанул кусок, все, закрыли, нет этого воздуха. И когда выходишь из этого состояния, очень трудно править стихи, если где-то какие-то шероховатости существуют. Вот, я когда не писали стихи, я усмолилась, Господи, думаю, Господи, не отнимай мне такую возможность, чтобы я не писала, я тебе умоляю, не отнимай. Потом немножко потихонечку стали упорядочиваться, а главный редактор, сам Петербургский магистрал, почитал мои познакомочные работами и публикациями на первые там мои были, он направил и в сессию писателей, и в литературный клуб и в творческого роста. Благодаря ему я пошла по инстанции, в один клуб, в другом, у меня очень много сейчас друзей, товарищей, и сейчас тоже приглашены мной сюда мои очень хорошие люди, с которыми меня сталкивается судьба. Ну, недавно я написала стихотворение, буквально в декабре месяце, потому что периодически черпаешь столько лишь из прошлого что-то. Если сейчас вот не зацепляет твою душу, тревожит всё твою душу, но в данном случае я задумалась, а что же такое было мне в прошлом, что такое необычное по сравнению с другими людьми? Я вспомнила, что далеко, в горах Дагестана, на скале, начертанное мое имя Шима. В юности я познакомилась с молодым человеком в Пакистане, тогда было время, когда в пике своей славы Валерий Абадзинский и песни «Эти глаза напротив», на танц-площадке, там открытые танц-площадки под чистым небом и под эту мелодию. Я оглянулась, кто-то на меня на танц-площадке смотрит, огромные черные глаза. Молодой человек из Дагестана, мы какое-то время встречались и дружили. Ну, быть, много у него есть, что вспомнить из прошлой своей юной жизни. Далеко, в горах, на скалах Дагестана, молоденький резьгин имя начертал Жене, Женечка. Ой, если бы она знала, как на имя это надежда возлагала и добавила строчку «Я тебя люблю». Ты родишь мне дочку, может, мне одну, ты родишь мне сына, так задумал я, будет очень дружная вся семья моя. Отмечтали оба, стоя в поворот, не клялись до гроба, очень зря. И вот оборвались встречи, развела судьба, не струянцы речи, как в реке вода, Не коснуться розой, поцелуем губ, не стихи, а проза, вместо древа, сруб. Закрутила жизнью каждого в спираль, только по отдельности жаль, конечно, жаль. Годы пролетели, ни одна гроза, только почему-то катится слеза. Заведя пластинку, память в давние дни, возвращает в прошлое те слова на мне. Заведя пластинку, память в дни, возвращает в прошлое те слова на мне. Заведя пластинку, память в дни, возвращает в прошлое те слова на мне. Заведя пластинку, память в дни, возвращает в прошлое те слова на мне. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вновь к перемене, я ведь тоже никак не могу без отмени. От ущербности дней никуда не податься, Но гораздо труднее мне потом возрождаться. Да, русы от утра на душе остаются, И больнее сократ, и теперь из дни летаются. А вот и вроде на скрипя всех потерь не считая, Что ж, расстроил меня и тихонько растая, Да, считаю до ста, вдруг появишься снова, Но, наверное, устал я от мрака земного. Да, считаю до ста, вдруг появишься снова, Но, наверное, устал я от мрака земного. Женя мне доверила несколько стихов почитать, Но, когда у меня стихи лежат перед глазами, Мне иногда хочется их на какую-то ритмическую основу исполнить. Поэтому я, ну, это не песня, понравится, не понравится, не знаю, Но, как получилось, мне лучше это не читать, А немножко пропеть. Стиховая называется «Музи». Слова Женину, сейчас все три подряд, Слова Женину, а ритмическое мое. Не отпускай меня из рук, Не бой-то будет без тебя, Монящий твой чудесный звук, О, мудрый вид мой, Пусть и горечь, и боль, и радость, и счастье я С тобою вместе разделю. Смягчаться жажду и не наступлю, Знаешь ты, как дырю. Перейти за мною, пометай, Когда устану, рвись вперед, Тащи меня, чтоб где-то там Я обрела, а я исполю. Тащи меня, чтоб где-то там Я обрела, а я исполю. Как жаль, что я не художник, Как жаль, что я не художник, И кисти в руках не держу. Я нарисовала бы душник, И большую, большую слезу. Я нарисовала бы капли, Текущие вниз по лицу. Ниже красок, ни капли, Плеснула бы лицо под лицо. Я нарисовала, а я нарисовала бы солнце, И тающий в море снег, Речки, бегущие донцы, По окошке вечерний свет. Я нарисовала бы счастье, С улыбкой до самых ушей, Играх, ими, ими, и на стен, И разных простых мелочей, Так же, что я не художник. Если что-то значит, То есть, вдохновляет композитор. Как же народы порою могут И сойтись, Когда под ними вдруг Развернется земля, Кристаллом взорвется Речка мыть, И вершины упадут во объятия. Ну а люди, что о двух ногах, Почему же вы держите друг от друга? Почему присылает вас страх? И в души ваши попадает мило. Рнетесь вы по гуну за мечтой, Чтоб скорее встретить свой рассвет. А она здесь рядом за спиной. Тихо шутчет, милый мой, Приняк, Но воно слышно, Звук уносит ветер, Как обдувая нежное лицо, Восстречает и в хвостоке сев, Боль запорожен, И вести тревоги, И рисуетесь в больных глазах, Гада, как пропасть Между прошлой и мечтой, А за спиной Чей-то нежный глядь Расмует под холодной луной, А за спиною чей-то нефтяных зелят Раскулит под холодную луну А вот и варенье, миг Карр, 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 холодный дождь, осенний дар Текут по улицам ручьи, щелечут птицы, чаевые, чаи А мы, прохожие, бегом, спешим, сутулясь, на работу А дождь стучит, потом, потом, ну вот, заладил что-то Что ты? И вот мы стали с ним едины Холодный дождь и мокрый я И мокрый ты, твои седины, в природе дружная семья Вселенной жизни круговерти Разлады, встречи и пестины Рожденье чуда, жизнь и смерть Порисуй в миг твоей картины Так, вот, это Женя на все А теперь я хочу, Женя когда-то читала свои О том, что ты в метро, она видит, что ты Заризовки, да Заризовки, да И вот, значит, я тут в метро недавно ехала на работу Две даны спорили там, чья шуба, долларов, дороже выглядят и как это лучше Ну и маленькая лексическая работа Шабри, это изысканное французское вино И мушки, когда-то, да, мы, значит, приклеивали на одну сторону Это обозначало там любовь, на другую это разлука и прочее И игра Беера Это тоже там такие разговоры были Мороз стоит на улице, а шуба за рули Но стоит лишь зашмуриться в руках, в боках шабли Тепло огня каминного, мультивного печа Звон серебра старинного и лошадь при свечах Вот туфелька классная скользнула на ковер Идет игра опасная, под звук мусарских шпор Здесь венер спорит с мушкой, венер полна духом А я танцую с Пушкиной, под музыку стихов Беседа прерывается, сплетенная хитро Двери открываются, мордлых и гриб АПЛОДИСМЕНТЫ Ниночка, Нина Нина Константиновна прочтет Верния очень высококачественная Вот нам вот свет, такое замечательное состояние А третье, которое я в конце концов попробовала выучить Оно, оно как бы провалило с мужчиной больше Оно с нее, о ней Ну и я простите, не успела очень, до конца Оно называется «Небесное светило» Нам шлют тепло небесное светило Нам шлют твой свет глубокой ночью, днем Чтобы душа в потемках не бродила Задумавшись о чем-то о своем Сквозь мрак и тучи солнечными лучом Их бликом лунным по морской волне Стремятся к нам и трогая плечо Нас обращают к звездам вечной синеверки Не опускайте голову так низко до земли Нас заведет в безумье собственная тень А устремляйте взор свой в солнечные дни На встречу им и в душу грянет веря Его вдохните так, чтобы прожгло до самых пят И каждой клеточкой почувствуйте тепло И знайте, тот, кто верит, чист и свят Без веря уже тянет всех на дно Не опускайте головы так низко до земли Нам Бог создал небесное светило Чтобы в потемках души не дрели Чтобы от страха детство не закрыло Аплодисменты Спасибо, спасибо большое, что мне немножечко открыли мысли А? Что здесь? Да, Ключевская читает, как Сережа, свои стихи Да, я первый раз услышала мои стихи в исполнении других моих товарищей Так необычно, я никогда не слышала, я его первый раз услышала Большое вам всем сердце, огромнейшее спасибо У нас, к сожалению Не прорваться вообще Все лучше и лучше Вообще Вообще Каждый Участник, что ли Ну Ну Не сегодняшний Вообще А строка Вот Если нет Если нет У него Хоть одной У него Ваши Слава Не Конечно У 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 Большая программа. Я сейчас сказала, Женя, три стихотворения, потом мы тебя еще поздравляем. Хорошо. Сейчас я прочту. Небольшая. Осенние зарисовки. Моросик-моросейка, на шляпы зампы, на лица идущих куда-то людей, до осени пришла, и кружатся листы, срываясь в отчаянии с холодных ветвей, липнут прохожим к фасадам домов, ищут текла в пристанище света, лишившись деревьев, как будто оков, несутся по ветру, по городу в свету, оголяются в окна ветви, как дева, ту самую первую брачную ночь, к зачатию готова, как поле к посеву, чтоб сына родить, прижать к себе дочь, и ведь идет без конца, без начала, исчистяя века, как в деревьях круги, продвигая созвездия по вселенской спирали. Осень идет чудо, слышишь, шаги. И вот осенний букет, я один раз вечером прополивала собаку, и среди вот этого полумрака вдруг какое-то такое солнечное пятно, я подняла голову и увидела огромное-огромное дерево с золотыми листьями, и ни одного, ни красного, ни зеленого, все было однотонного, именно желтого, такого золотистого цвета. И потом я шла, думаю, господи, эту красоту я увидела, ну как это запечатлеть? И когда я задала этот вопрос, как, как, ну, спрашиваю, и тебе вот в стихотворной форме вернулось. Осенний букет из могучих деревьев стоит, привлекая своей красотой, и даже когда на земле вечереет, и свет уходит туда за звездой, светится теплыми, желтыми красками, осыпая, провожая людей после дня на покой, осыпает листами, нежно и ласково, закрывая, как будто листами свободу. А кто я? Кто я такая? У меня много стихов, которые вот я кем-то, чем-то становилась. А кто есть я? Я чаша пиала, я лист запоздала, я ножка стула, я слизь отгула, я дерево ветка, я птичья клетка, мой образ светил, я вольный ветер, я вагон, я трамвай, я придуманный рай, я звезда во вселенной, свет мояров, нетленный я, ведущее чудо, я скажу вам откуда, от смеления клеток, от касания веток, от палящего солнца, от любви доброго молодца, от надежды, забвения, от вселенского веяния. АПЛОДИСМЕНТЫ Я как ведущая в растерянность, у меня нет времени, регламент не позволяет. Кто-то прислал мне записку, Геннадий Петрович, это кто? Да я. Пожалуйста. Спасибо за огромное возможность поздравить. С мировой Евгением. Ее душевное доброте, она же ювелирея, мы опять в этом присутствием. Евгения, как-то, встретилась на счастливой терапии поэзии. Ну, себя прочитать поэтом я, к сожалению, не смогу. Исторический факт для меня отвернулся. Извините, ради Бога. Наша добрая муза, Егения Аркадьевна, в день ее юбилея я сочинил нечто. Вот, видите, сейчас прочту. И время. Кого свидания, юбилей. Спешит, светет улыбкой, через сугробы поскорей под хлопом кониткой. Как все нежданное ждалось. Вот он уж близко. Рядом идет с гармошкой на плече морозным зимним садом. Скрипит крещенский яркий снег, луна смеется рада. Морозный воздух, лунный снег, смерть. Ну, что за счастье надо? Меха гармошки вверх. И вши, и песня зазвучала. О том, что сердцем лишь поймешь, о чем душа страдала. Слова теплом любви горят. Бриллиантами сверкая, как в небе звезды говорят нам, душу согревая. Сверка не теплых ярших слов, цепочка ритм, путь млечный, шагерезады вещьих снов. Мир слова бесконечно играет сверкали гвилей. Да и слова от рады, и как бокал динамолей, его испить мы рады не наказали. Наша людочка тоже хочет тебе спеть песню. Хоть она и не новая, но она обращена к тебе. Сегодня она обращена тоже к тебе. Причем споет она на языке подлинника, на польском языке. Шопен, желание. Шопен, желание. Шопен, желание. Шопен, желание. А не на воды, а не на лесы, а не на пушистые чувства. О, ты, макетки, и ты, макетки, гнили, солнечко, могут мне истинно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, Христос, обращаюсь к Тебе, Помоги мне в неравной борьбе, Против силы могущества зла, Чтоб любовь мою душу спасла. И услышал ответ, не спеши, И не счесть ты неглупу души, Только на них есть спасенье Твое, От Тобой не дружи в городе. Я к Сергию лих попросил, И его со сбереньем спросил, Что меня ожидает вдали, Как покинуть чертоги земли, И предстал предо мной дивный град. Без ходом колонны горели, Между ними пуш дает дракон, И не страшен обличие молот, Понимая, что пустят меня. Если в сердце достанет огня, Я ступаю вперед не спеша, Только в пятке стремится душа. Мимо чуда с волненьем иду, Сочиняю привет на ходу. Кто же в городе волшебном живет, Ненаверно известный народ. Расскажи, мать святая душа, Чем небесная жизнь нехороша. Я тебе на вопрос дам ответ, Не сейчас, но в прошествии лет. И поймешь, ты сейчас все равно, Лишь на время открыто окно. Но настанет блаженный освет, На земле твой останется след. Ты до того найдешь лучший дом, Ты до того не узнаешь потом. Но вас умолк и покупка свеча, Я хватаю огонь изгоряча, И лять и колни на месте стоят, Лень, где замерли, мимо глядя. Я ушел, Лежу на свечу, И болит, потихонько шепчу. Я хотел подарить новую песню, Которую никогда не звучало. Моя переделка старого текста, Трех годового гадца. Сверхая метель. Первый снег в окно стучится, Первый снег родился поутру. Молный свет за окнами струится, Звезды тихо бродят по ковру. Милая, прижмись ко мне покрепче, Белая зима несет печаль. А то зажгу, Камины станет легче, Я плесну шампанское хрусталь. Этот вечер, родно, Подай посвыше, Это наша звездная ветер. Засыпает снег, Деревья, крыши, Ждет в долине сверкающие львы. В тресле ты сидишь, Под треск боленье, Я тебе играю фонерс. Теплый плед сползает на колени, И искрится радостью не ест, И порхает белый гул у них счастье, Вновь фуаль задернув на пылу. Чтоб дом наш обошли династия, Новый год укроет нас крылом. Этот вечер нам подарил свыше, Это наша звездная весель. Засыпает снег, Деревья, крыши, Ждет в долине сверкающие львы. Этот вечер нам подарил свыше, Это наша звездная весель. Засыпает снег, Деревья, крыши, Ждет вдали сверка и щедрый. Засыпает снег, Деревья, крыши, Вышел сборник Петровский остров, Называется совытие. И поэты Петроградские стороны, Мы просто говорили, что мы уже не говорили. Мы говорили, что это ничего, это приятнее. Я сейчас Женечку поздравляю от своего лета, А вы берите гитару. Так, Женечка, значит, вот тебе книжечка, Для того, чтобы ты сюда записывал свои стихи. Вот тебе кассета. Это Анна Николаевича Женеченко. Это часть того, что вы слышите. И вот тебе, чтобы ты не забывала наш островок, Мне хочется, что за этими холвами наш островок. Спасибо большое. Все подписано, все подписано. Да, я здесь три строчки из Саши, Новости Грани, кроме своих слов. Затерялся среди вселенной, Окруженной морской волной, Островок мой благословенный, Неизведанный остров мой. Ну, я здесь кончила на трех строчках. Так, вот так, чтобы повисеть, вспоминай. То есть, вспоминай нас между нашими встречами. А сюда будешь свои лунные всякие... Сколько мы готовили, Сколько было жизненной ситуации пересмотрено, Сортировали и... Марина Петровна, у меня, конечно, поставила вчера Такое затруднительное положение, Вроде бы песен у меня и много, Она поставила условия. Петь только те, которые мы еще не слышали. Перебираю... Да, для справки музыка, я словая, пишу сам. И вот и... Перебирая песни, То есть, то Балабуланова поет, То есть, то Восик поет, То есть, то еще Балюпина, То есть, то Мишинченко, То Маркин был. И поэтому, ну, думаю, Они лучше меня поют, раз вы их слышите по радио-телевизору. Я все-таки выкопал 30-летнюю давности песню. Вы ее, конечно, все знаете тоже. Одно время ее пели в радио. Но все равно, думаю, вы уже ее забыли, И поэтому мне простите. Она называется Больчий дом. Ну, еще и в рамке это были тем, Сознаны, что нужно было потери, Что-то... Вы певать можно? Пожалуйста, если вы ее помните. Здесь у нас ротчий дом. Где приснился почетон, Снегом и порушенный, Пусть коленок под окном гроздьями горит. Около заваленки на скамейке маленькой, Пусть-то с фотографии на меня глядит. Голос слышит со мной с легкой коризмой. Без тебя, мой дорогой, в доме пустота. Дом наш на окраине, Будь-то непрекаянный, Сознаешь, без хозяина, Он как сирота. Дом наш на окраине, Будь-то непрекаянный, Сознаешь, без хозяина, Он как сирота. Дождь льет по небесной, Юга не скрипется. Без тебя, сыночек мой, В светлые дни, вновь. Друг шаги по мостовой, Может, ты идешь домой, И не знаю, что за мной. Все, гляжу в окно, Вдруг шаги по мостовой, Может, ты идешь домой, Изнуренная тоской. Все, гляжу в окно, Сколько лет прошло с тех пор, Как покинул дом я. Уж зарос в бурьяном двор, И очаг остел. Только вижу, как сейчас, Взгляд твоих печаль и глаз, Был бы, кто в прощальный час, Мне бы глаза закрыл. И я вижу, как сейчас, Взгляд твоих печаль и глаз, Был бы, кто в прощальный час, Мне бы глаза закрыли. Мне приснился обгонщий дом, Снегом припорошен. Пусть калины под окном, Гроздьями горит. Около заваленьки, На скамейке маленькой, Сноя притишая мать моя сидит. Около заваленьки, На скамейке маленькой, Сноя притишая мать моя сидит. Сноя притишая мать моя сидит. Это, кто это? Кто написал? Так, прочтите, пожалуйста. Я не могу. Не понравилась сейчас. А я вам сейчас скажу, Пока вот, Автор Экстромта продвигается, Мы вот после этого Экстромта, Мы бы немножко похулиганим. Я вот так продирижироваю. И мы проверим, Насколько крепкие эти стены. Мы по весь голос. О, здрав, гля, ем. Проверим крепость этих стены. Но я очень не понимаю, Я не знаю, Как пара крылья взорвалась в окно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, еще сначала. Не заполнилось. Не надо, не надо. Как пара крылья взорвалась в окно Осеннего дерева подолота. Будто в полет зовет, Не ободри ему дать кого-то. Будто птица зовет в полет. Вместе песня наслестилась. Не останавливаться, не остываться. Жизнь у новой. Здесь пиши. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 сущность что мне очень хочется сказать вот мне всегда были очень симпатичны люди люди которые не умели делать сделать себе квартиры выхватывать вот это грубое весомое зримо премии и прочее и не будет у вас шубы за доллары ни аида в столе, ни шабли не будет а всегда у вас будет и с вами будет вот то самое важное в человеке в человечестве вот это вот жажда добра порядочности, вот эти высшие ценности вот это духовное божатство и если человечество не дверегит от поколения к поколению если человечество все таки становится и духовнее и душевнее становится моральнее и в чем-то благороднее в целом конечно в целом то благодаря вот таким как раньше говорили чудакам вот этим вот беспомощным словам и всегда иметь в душе вот этот свет а вот это вот маленькая поделочка умельцев нитицка где я сейчас обывала и с удовольствием умельцев цветочка и с удовольствием с удовольствием и 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 с удовольствием вот вам угадайте кто сейчас секундочку все одного автора нет ни одного автора нет нет две сразу а картина одну а вот эта одна картина мне подарили на литературном клубе контакт библиотека Чехова это самый чудесный человек мой куратор мой учитель можно сказать душа 82 года человеку мужчине и он Григорий Татьянович Кучневчук специально для меня написал эту картину говорит это телепамяти которую говорит чтоб я издала свою книжечку но я еще не готова ну там надо раздвинуть так чтобы вот эта большая картина это Григорий Татьянович Кучневчук это с обратной стороны пожелание называется Дорога к храму а член еще спасибо что взросли это не мешает а кто отпускает меня я тебя отпускаю не отпускают не отпускают не отпускают так дорогие друзья у нас еще два номера в этом отделении сейчас наш дуэт уже с которым мы знакомы неин сейчас пошла мода на гимны и мы хотим вам представить стариннейший гимн который родился в 1247 году из песен застольных шкалеров и вагантов музыку к нему написал фламандит Йоганн Абергейм и в 1717 году немецкий композитор ее превратил уже в нотную форму и она была опубликована в 1776 году с тех пор она существует в таком виде эта песня исполняется на языке оригинала гауде гауде муси гидур ювене думсумус гауде муси гидур ювене думсумус пост югунтам юнектутам пост молестам с энектутам нос хабе бьер гумус нос хабе бьер гумус там бьер치를 бьер думсуму боя вот кстати и что как матери тую Ever надо Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. 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 Это моя подруга, я ее отчество забываю. Вот Лепнинова. Потом она тоже блокальница, тоже горячий привет. Она с нами от Андрея Николаевича Крюкова. Ну, всех мне не перечислить, но кто вот особенно просил? Это Тамара Павловна. Вот она не может, она очень, она мечтает. Она говорит, я живу мечтой о том, чтобы быть на островке. Но у нее заболел внук, причем тяжело заболел. И потом Северинец Людмила Яковлевна, она не может быть ни сегодня, ни в следующий раз. У нее очень уважительные причины, я не хочу тоже сейчас отвлекать вас на эти причины. Ну, потом вчера я говорила с Николаем Евгеньевичем, он с Людмилой Михайловной тоже посылает привет. В общем, так я понимаю, что в основном островитяне, если и не присутствуют здесь, да, Инна Ивановна тоже огромный привет, то они все равно сердцем с нами. Микрофон чуть-чуть подальше немножко. Ну, а сейчас я не знаю, что у меня получится, потому что после кого вы сами понимаете. Ну, я обещала вам, вернее, вам, это тем, кто был на том островке, когда мне Николай Евгеньевич от имени Островитян говорил всякие теплые поздравительные слова, я, даже у меня не было как-то сил дать ответ, и я сказала, что отвечу я вам в следующий раз. Вот этот ответ, который займет 4 минуты, вам придется помучиться. Я сейчас скажу не своими словами, но эти слова, они идут от моего сердца и полностью соответствуют моим чувствам. А это фактически песня Лоли Евгеньевича, называется она «Друзьям». Написана она очень давно, автор разрешил мне воспользоваться этой песней, вот. И это будет что-то типа мелодикламации, я говорю, если Когор не взыграет. Когор. Нужно помешать, да, Когору. Такое количество. Божественное вино. Мне славословие не по силам, и годы мне не в отличие. Ну, просто так сказать спасибо. Я вам сейчас, друзья, хочу За то, что вы мою изгнали в грусть, За то, что вы по-губному добры, За то, что нынче с вами не боюсь, Я на себя взгляну со стороны. Я не знаю, что в жизни встретится мне, Дружба вашей дороже, Дружба вашей вернете. Случались дни, мне жизнь оказалась, Ценою ловный пятак, И только шаг пройти осталась. Ну, вы сумеет сделать так, Что верный компас мне не отказал, И мой шум внезапно не провис, Слепой туман мне не затмил глаза, И черный вихрь меня не сбросил вниз. Я не знаю, что лучше в жизни встретится мне, Дружба вашей дороже, Дружба вашей вернете. Лишь бы было нам дело, Лишь бы радость дарить, Лишь бы свет видит белый, От зари до зари. Мне словословие не по силам, И воды мне не по плечам, Но просто так сказать спасибо Я вам сейчас, друзья, хочу. Сейчас у нас будет страничка памяти Юрия Ковански. Юра Кованский, это член такого общества, Мы об этом говорили, Но так как сейчас много новеньких, Может быть, и наших уже забыли. Был такое общество из трех человек, Хо, Тар, Шоу. Все были друзья, мы его мужем, Но мой муж сюда не входил, А это были такие музыкальные парни. Вот Хо, Кованский, Тар, Это Тарасев, И Шоу, это Шоу. Ну, конечно, там руководящая роль, Конечно, была у Шоу, Безусловно, наиболее такой Позвольный музыкант, Но все парни были очень музыкальные, Все пели, Сами сочиняли музыку И пели на три голоса, И часто собирались вместе. Вот, к сожалению, Я уже говорила в первом отделении, Что Юры Кованского Сейчас уже нет с нами. В конце декабря Он ушел в другой мир. И вот его память Мы хотим почтить Несколькими его песнями. Вообще некоторые песни, А Лоли Евгеньевич первый раз. Но песни мне лично Очень нравятся, по-моему, Очень хорошие. И вот сегодня Три-четыре песни Прозвучат. Значит, примут участие Возьмите мне Лоли Евгеньевич И Фендера. Что-нибудь, если хочешь, Что-нибудь... Да, это Горбовский. Ну, как тут... Слышим, что-нибудь, да? Я хотел бы, чтобы было Немного не слышно. Чуть-чуть, да. Спасибо. Чуть-чуть. 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 Может, это... Нет. Знаете, Я все-таки Другую песню выпускаю. Его слова. И это и мои слова. И мы друг с другом ругались, чьи же это слова. Мне не нравилась пессимистичность, которая была в его словах. Но он никогда потом не считал, что это я поправил лучше. Но мы не понравились ему. Мы подпели всегда эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ночь белая Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты помолчи, И посмотри в окно, Уже темно, За светильок на газах И дно двора. Как океан одно, И мы с тобой, Как будто в первом классе. Мы вновь плывем, Выделем города, Прилявки думай, Как прекрасны звезды Ты у меня. Не плачешь никогда, А ты поплачь, Порою слезы воздух. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЖИЗНИ Нас не ухощали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.